всем привет с вами сергей проект по я всегда радуюсь когда на рынке фантастики появляется новый игрок появляются новые серии это всегда означает что у нас будет больше выбора что есть интерес к фантастике у людей это будет больше распространение у него благо этому еще помогая на эти всякие экранизации сейчас очень много именно фантастических фильмов фантастических сериалов выходит поэтому я очень обрадовался когда узнал что появится отдельный им принятых смог который будет называться фан зон и вот про одну из книг я хочу рассказать который я прочел мне она понравилась сразу скажу да поэтому поехали поподробнее и так во первых как она издана издана супер обложки мы видим космический корабль на фоне красной планеты здесь это оправданно потому что все события будут происходить на красном марсе напоминаю что вообще эта книга красный марс от кима стены робинсона является первой будет еще следующий будет зеленый марс и голубой марс вы кстати поймете по сюжету почему так будет называться вот супер мы видим кстати как выглядит автор я очень рад когда фотографии автора появляются как-то это немного очеловечивает книгу вот она выглядит без супера как книга да опять же на полке смотрится очень хорошо бумага белоснежная здесь на форсации есть карта где будет происходить основные события карта марса естественно тут мы узнаем что встречи том будет зеленый марс насколько знаем как раз уже в типографии находится на данный момент вот такое вот оформление не совсем такая уж белоснежная бумага то есть мы видим много просвечивается страниц однако когда читаешь я честно говоря это вообще не замечаешь реально реально приятно держать в руках тем более здесь довольно много страниц роман получился интересный на самом деле самодостаточными вполне даже я первым томом уже доволен и хотя естественно буду читать и второй чтобы знать что же будет происходить дальше о чем книга и вообще с чем ее можно сравнить наверняка у вас возникнет аналогия с марсианин потому что как еще недавно был фильм книгу наверняка вы читали про я принес это тоже наверное рассказывал лучше честно говоря уже не помню но тут только цепляться можно за саму идею что это марс и человек нам пытается выживать здесь все глобальнее интереснее масштаб не это 100 клонистов их отбирают по всей земле то есть они представители разных народов они представитель разных раз и разных государств по сути их тестируют отбирают они живут там им специально создают условия не живут в антарктике они живут там в специальных условиях и готовят смотрят как они реагируют так далее отбирает лучшие умы это именно ученые специалисты в определенных областях для того чтобы колонизировать марс думаю вообще колонизации марса уже давно вообще мечтают люди давно про это думают вообще не только фантасты но вот в этой фантастике автор решил это воплотить идею и вообще показал нам один из возможных путей развития колонизации марса и на самом деле довольно пугающий путь и возможно эту книгу может даже воспринимать как предостережение вот чего не должно произойти на самом деле здесь очень много социальных таких вещей здесь очень много взаимодействия построение вот этих человеческих отношений то есть вот эти сто человек которые прилетят на марс как они будут друг другом взаимоотношения устраивать кто-то влюбляться не влюбляться будут ли у них дети и так далее вот про все это будут рассказываться на этих страницах но не думайте что здесь будет сплошное там не знаю описание каких-то разбор так далее нет автор очень много уделил внимание вообще терраморфированию то есть как будет ли меняться как менять марс под свои интересы во что это будет превращаться естественно здесь нужна какая-то интрига здесь будет интрига здесь мы увидим что постепенно будет раскалываться общество раскалываться будут как эти наши 100 открыватели марса так и те кто за ними следит это будет как фактически реалити-шоу естественно люди будут выбирать там тоже голосовать там требуйте так далее что он появится те которые будут хотеть чтобы марс остался таким как он есть что не надо его видоизменять не надо никаких не знаю бактерий которые здесь выживут не надо строить купол не надо вообще менять планету если вы приехали стройте что-то но не меняйте саму планету но естественно есть и противники этой теории этой версии есть те кто хотят именно изменить приготовить почву по сути для того чтобы сюда со временем прилетели остальные люди чтобы не начали расселяться на том же марс нам же территория большая вот про все это раз строение как они будут охватывать все больше и больше места потом со временем естественно сюда прилетят еще остальные как добавится всякие роботизированные машины и так далее будет постепенно действительно марс меняться будет колонизироваться все больше и больше вот это будет все больше и больше проблем естественно здесь деньги здесь выживание но интересы оставшихся людей на земле они захотят сюда прилететь тоже из одной вещи которые смогут открыть ученые которые будут находиться на марте который вообще глобально поменяет диспозицию и марсан чем-то ключевым и опять же начали читаешь книгу так довольно медленно ты вникаешь в суть тебе нравится погружение в атмосферу действительно чувствуешь себя на марте сопереживаешь вот этим робинзоном которые там пытаются выживать очень технологично очень грамотно действительно ученые они могут там супер открытие делать они строят такие классные идеи очень здорово меняя свои условия жизни но потом постепенно сюжет начинает закручиваться начинается вмешиваться вот эта политика ускоряется ускоряется конце книги вообще очень много происходит экшена ты сидишь читаешь прямо с раздеть на с раскрытым ртом потому что столько событий происходит глобальных событий которые меняют сам марс и все остальное казалось бы все должно потом на это спокойно развиваться мне там конце событий вообще выносят мозг вот вот так вот она закончилась вот такой вот рестарт плюс что мне опять же нравится у многих авторов и это автор в том числе то что он не щитит данных героев то есть они могут и калечиться они погибают там довольно много будет погибать людей в разных обстоятельствах то здесь нет определенного лидера и ты книгу читаешь она подается с как бы с глаз разных персонажей ты постоянно читаешь смотришь на все позиции с разных сторон это тоже очень классно и таким образом у тебя нету фаворита по сути ты не знаешь кто действительно прав кто виноват за кого болеть больше всего и вот концовочка опять же мне понравилось буду ждать продолжение благо в раз обещали уже издай издают и раз она уже в типографии сто процентов она уже скоро будет у меня читайте хорошие книги эта книга действительно к ним относится вообще надо поддержать производство нашей стране фантастических книг покупайте эти книги с вами был сергей проект по пока